Всем здоров, дорогие друзья, с вами Хомикс, и в скором времени, наконец-то, вроде 21 августа, состоится мировой релиз LifeAuto, и там будет русский язык, и наконец-то, ребят, мы можем вернуться в эту игру, как домой возвращаюсь, наконец-то мы сможем нормально в неё поиграть, по-человечески, так сказать. Боже, давайте, сейчас, сейчас очень короткий бета-тест, они там, буквально до 16-го числа, потом прогресс сотрётся, и уже с 21-го начнём играть нормально. Блин, всё, создаём персонажа, я, как бы, за девочку тоже хочется поиграть, но, тем не менее, всё-таки, здесь именно хочется ассоциировать себя с пацаном. LifeAuto релизнулся в Китае где-то чуть больше полгода назад, и нихрена не изменилось, то есть, редактор персонажа, какой был, такой остался, ну, почти никакой. Шесть лиц, всего шесть лиц, господи, будем клонами ходить. Эм, где-то кожа, да, конечно. Сейчас, ребят, просто запустим, посмотреть, как это выглядит на русском, боже, русские буквы. Три породы, ну, там в игре можно будет новую породу взять. А, обучение начнётся здесь, ответьте на вопрос, чтобы подтвердить свою опытность. О, боже, давайте, слушайте, на русском-то я, наконец, могу ответить на эту книжечку. А, почему здесь карточный матч, карточный матч два раза? Вы как русский перевели, счастливый. Что? Рядом с аэрисом замка из песчаника можно найти, ну, клубнику. Эм, превращение мушкета в пушки почти то же самое, что улучшение дома. Если вы ключ от почты, питомник, устройство, господи, что это за перевод? Производство в старом мире такое странное. Каждый раз, когда я делаю оружие, сперва композитный лук, ну, лук, боже. Если вы собираете ресурсы на природе, и у вас вдруг не оказывается нужных оформлений интерьера, формула, рюкзак, станок. Что это такое вообще? Так что не забывайте принимать, у, задачи, сюжетное задание, задание территории, ящик ресурсами. Вообще от балды. Короче, не смог я. Ответь нормально вопросы, перевод, ребят, здесь хромает. Начально можно кооперативно приходить, я это уже снимал. Ну, сейчас мы просто быстренько в одиночку пройдем обучение. А, кстати, я на максимум не выставил настройки. Надо сейчас выставить. Ох, сейчас хоть по-другому даже играется. А, так, мы рядом с туннелем, можем побродить, посмотреть вокруг. Строители, зомбаки, строители так на нас смотрят, упершись. Ладно, давайте. Начнем их обстреливать. Пока еще дробовик есть на первое время. Держи оружие, не дай зараженным забраться. Все, сломался дробовик. Абсолютно все. Ну, естественно, все абсолютно то же самое, что и было. Планшет надежды. Наш ID. Блин, что-то я рожу себе так себе поставил. Блин, шрифт наезжает на изображение. Просто посмотрите, инструмент для выживания. И этот шрифт выезжает на мою рожу. Ну, конечно, это хорошо, что русский здесь есть, но... Любителям, наверное, знающим английский, лучше переключиться на английский. Слушайте, а здесь озвучка появилась. Я не припомню, чтобы была озвучка. Держись рядом. Поговорим потом, когда будем в безопасности. Леха! Здорово! Близ, проблем. Я увидел, как взорвалась машина, вот и пришел проверить. Люди должны заботиться друг о друге. Меня зовут Алексей. Я ищу своего напарника. Мы разошлись. Ну и перевод. Те двое, они заражены. Возможно, что... Не может быть. А, подождите, настройки. Все, максимум. Сейчас, давай, давай. Все, наконец-то. Максималочка. Гав-гав. Ух, вот это перевод. Жалко, мы сейчас не качаемся. А, все, убегаем. Жалко, мы не прокачиваемся сейчас, то есть... Нам потом только откроется дерево прокачки. О, пошел ролик. Да, первое вражение. Это, кстати, босс локации... Если не ошибаюсь, это босс зимней локации. Мы с ним встретимся уже зимой. Повторный раз. Ну, мы и на обучении его убьем. Прыгай! Все, он убежал. Опасно это место, нужно поскорее отсюда выбираться. Что будем делать? Если бы у нас была машина и вертолет... А, ну конечно, а чё бы? Просто по дороге идем и вертолет, а чё бы нет? Ну, кстати, мне интересно, что он говорил. Стоять! Не стреляйте! Идем! Нельзя касаться зараженных. Мы не заражены. Видишь? Все в порядке. Помолчи, я не дурак. У вас на одежде кровь зараженных. Вы с ними дрались. Откуда тебе знать, что вы не заражены? Мы не заражены? Мне больше нечего тебе сказать. Ну давай, мы не заражены. Ты что, на пулю нарываешься? Пошел вон! Вали отсюда, или я вас пристрелю. Мы можем улететь вместе. Расслабьтесь, ребята. Можем починить ваш вертолет? Давайте, без глупостей. Чините вертолет, скорее. Я слежу за тобой. Ой, боже. Обычно я их всегда убивал. Ну, теперь по-русски я хотя бы могу нормально их оставить живых. Они все равно умрет. Умрет. Бамбалайла. О, как кайфово стреляется. Боже. Они стрельбу подтянули, или мне кажется? Все, погнали. А где остальные? Ну да. Ребят, начало это единственный сюжет в этой игре, который только будет. Я, кстати, уже прохожу раз пятый, наверное. Больше сюжета уже не завезут. Но это чисто сюжет для обучения, не больше. Ну и объяснение, как мы попали в основной лагерь. Надежда бывает полезной. Лазеров. На ящике написано Лазеров, правда? Что-то не так? Слушай, мы с тобой уже столько всего пережили. Мне нужно кое-что рассказать. Это как-то связано с Лазеровым? Да, Лазеров мой напарник. Мы разошлись. Он был моим товарищем. Мы вместе сражались на войне с инфекцией. Он спас мне жизнь. Мы через многое вместе прошли. Мы основали собственный лагерь для беженцев, бежав как от зараженных, так и от армии. Однако, семью Лазерова все же схватили. Он так и не перестал искать их, но в этот раз пропал слишком уж надолго. Я думаю, с ним что-то случилось. Теперь у меня наконец-то есть зацепка. Ты хочешь пойти искать его? Ради этого я сюда и пришел. Погнало строительство. По фасту, ребят. По фасту это дело делаем. Чисто балкошки. А, короче, этот дедок пошел за Лазерову. Ну, Лазер его искать. Ох, ладно, ладно. Зомбаки, зомбаки. Сколько здесь ни стой, они все равно дом не пробьют. Именно здесь. Я вернулся. Наконец-то вернулся. Да, вернулся. Нашел что-нибудь? Нет, ничего. Это хорошие новости. Раз я его не нашел, значит он покинул это место так. Теперь мне нужно лишь подумать, как вытащить отсюда тебя. Верно. Я не хочу потерять еще и тебя. И готовься, у меня плохое почувствие. Смотри, кажется, в пещере есть дом. Тут определенно что-то есть. Кажется, тут выживший. Вам что, удалось пережить один из экспериментов? Ты кто такой? Изучаем жизнь. Не так слишком сложно. С вами нужно говорить на понятном вам языке. Мы изучаем влияние вируса на человеческие мутации. Однако наши эксперименты вышли из-под контроля. Живые люди мутировали. Они стали такими красивыми. Ха-ха. Ох, шутник. Вы проводили эксперименты на живых людях? Именно так. К счастью, для одного из них его организм вступил в очень бурную реакцию с вирусом. Вирус сделал его сильнее и больше. Жутковато было, конечно. Я никогда не забуду его имя. Лазеров. Да, память о нем я заберу с собой в новый мир. Спасибо, Хейдл. Лазеров? Лазеров, а ну-ка повтори. Лазеров, говоришь? Вы схватили Лазерову? Где он? Он преобразился. Вирус полностью преобразил его. Он снаружи. Он свободен. Думаю, вы уже встречались. Он прекрасен. У него огромная разверстая пасть и тело, которое он вынужден таскать за собой. Ха. Я тоже скоро обрету свободу. Хеймдл. Падает замертво. Лазеров. Пожалуйста, мне нужно побыть одному. Иди пока осмотрись тут. О, действительно, тут среди трабаков. Давайте осмотримся. Послушайте, нужно подняться повыше, включить локатор, чтобы мы смогли высылать за тобой спасательный вертолет. Кстати, просим не брать с собой много вещей, чтобы лететь было легче. Повторяю, найди локатор на возвышенности и не бери с собой лишнего. Повторяю. О, господи. Давайте детку скажем. То, что за нами вышлет вертолет. Второй раз. Удача. Идем скорее. Очень мрачное место. Кажется, это единственный выход. Но, похоже, это гермодверь заперта. Зараженный! Вот и Лазеров. Лазеров, это ты! Лазеров, я не хотел делать тебе больно! Очнись, Лазеров! О, божечки. Ладно, давайте найдем ключи. Это было быстро. Я изначально не знаю, где они. Слушайте, вот это, вот это оказывается сюжетец. Я не представляю, что здесь такое. Вперед, ну же, давай! Лазеров. Покончи с этим, дружище. Все, поднимаемся наверх. Найдите радиостанцию, избегите отсюда. Слушайте, мы окажем вам огневую поддержку. Убейте чудовище, и мы сядем. А, зашибись. Окей. Ладно, Лазеров, сейчас будем тебя убивать. Да, ребята, наконец надели снарягу. Еще не скоро мы увидим это снаряжение и этот автомат, поэтому пользуемся квакаможем. Лазеров, Лазеров. Ну, как-то быстро убиваем его. Так, все монстряга оказался. Все, начальный сюжет закончился, и отправляемся домой. Вот оно, родное, Хоуп101. Парная тренировка. Эй, новичок, теперь ты в безопасности. Иди, не задерживай остальных. Это Хоуп101, и я заведую безопасностью. Я здесь не для того, чтобы отвечать на вопрос, если у тебя проблема, обратись к кому-нибудь другому. Стой, стой, подожди. Это не тебя ли мы нашли в долине Хоуп? Это меня спасли, да. Я так и знал. Заходи скорее, Рэйчел ждет тебя с самого утра. Она всем в лагере уже рассказала, что было с тобой в долине Хоуп. Ах, меня все встречают, боже. Господи, всем здоров, друзья. Наконец-то ты здесь. Я тебя знаю. Это я связала с тобой по радио, ты помнишь? Мы получили от тебя сообщение с долиной Хоуп. Это был первый сигнал, который мы вообще оттуда получили. Представляешь? А, это открытие дает нам возможность следовать недоступный район. Ну, разумеется, конечно, нам тщательно распланировать свой следующий шаг. А теперь позволят везти тебя в убежище 101. Короче, ребят, мы в старом добром осеннем лесу. И сейчас я даже не вижу особого смысла именно играть и проходить дальше. То есть, все это мы делали много раз. Еще и на китайской версии, на английской версии. Тем не менее, сейчас это придется еще раз делать, когда уже она все-таки релизнется. Будет это довольно скоро. И мы начнем делать опять гильдию. Собирать, пытаться поднять активность по этой игре. Будут стримы по этой игре. По крайней мере, сначала. Не знаю. Это, как показывает практика, эта игрушка довольно быстро надоедает. Но на русском, может быть, активность народа будет больше. А вследствие этого сможем мы что-то больше сделать. Гильдию я начну делать уже, когда сразу, как игра релизнется. Первое же видео я там... Будет, собственно, и про релиз, и гильдию. И, может, донат еще посмотрим обзор. А пока, ну, здесь приятно, что мы узнали сюжет в начале. То есть, хотя русский переведен, конечно, еще сикося-накося. И, тем не менее, хоть что-то. Хоть что-то. А главное, это глобальный релиз. Главное, это европейский сервер. Осталось чуть-чуть, и будем уже играть вместе. Будем играть вместе в игрушку. Пока я здесь даже особо просто присмотрюсь. Мне даже не особо хочется... Хочется заново все отстраивать. Потому что все равно скоро мы будем это делать опять. Что же, пока на этом все. Ссылка на бетку будет в описании. Можно пару дней поиграть буквально. И вроде уже в скором времени должен быть релиз. Ну, а если вы неравнодушны к лайфавто и видео было по душе, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как обычно, ссылка в описании. А с вами был Фомикс. Всем спасибо. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok